доброе утро друзья первое утро в тбилиси идем гулять по городу пешком шаринговые самокатики трех фирм сразу одновременно стоят и велодорожка заметьте в одну и в в общем пока движение в тбилиси немного непривычная как тут ориентироваться в тбилиси практически все на улице входят масках в отличие от провинции но как мне рассказывали что маска должна быть обязательно без маски те может грозить штраф но штраф именно за отсутствие маски а то что ты неправильно носишь сказала аня она все сползла на локоть она у тебя есть решили что поездка билисском метро это будет отдельное развлечение мы в него поедем сейчас что удивило метро юсби зарядки вагонов вагонов даже можно заряжать вай фай на станциях и помню если в минск по моему уже тоже есть продавцы лотерейка масок прямо в вагонах и нищие на станции в форме надежды да специальной форме надежды вот глубокое заложение станция а лавари по моему как и обещано было в тбилиси после 9 век 9 утра пошел дождь не сильный но неприятный временами встречаются вот такие колоритные домики как слева и по брусчатке шипы местами скользят ну дождик конечно не дает классные кадры получить иголки с ладонь мы такие видели где-то в горах да где-то проезжали от этого от батуми необычная сосна такая можно под подойти потом оттуда с горки посмотреть вид на город там крутут типа замка на что-то новое на иконах все такие суровые дядьки бородатые грузины ну и все сам на самом верху на фреске сидит бог такой ну похож да такой седой дядька заслужив не классический как у нас там христос а такой сад и дядька и держит книгу какую-то точно это возможно не бог а моисей писание там иисуса да резьба классно с этой стороны а вот это наверно лампадки сюда ставит подозреваю зеленые камни как-то вложены а вот там же тоже храм стоял на зеленом красоты в общем мы как обычно каким-то дебрями навигатор нас повел каким-то за дворками нет чтоб как на нормальный улик люди идти по улице тоже что-то такое старинное и уже не жилое так и сейчас мы идем смотреть президентский дворец вот такое строительство живописненько но не надежненько она уже где-то просела и покатилась а там кто-то живет там свет горит ресторан отель наверно что-нибудь такое а вот указательно президентский дворец подошли к президентскому дворцу но внутрь скорее всего конечно не получится попасть но посмотреть через заборчик можно красивый дворец в окрестностях президентского дворца вот такими вот опять тропами можно сказать мы идем на мост мира впереди наша любимая брусчатка по которой очень любят скользить велосипедные шипы сейчас мы знаем что это было и что это было просто ворота мужик с усами и в темных очках или девица зашитым ртом электроящики опять буквы это вообще рептилоиды какие-то вот мальчик с зашитым ртом а это бордатый мужик красивый сделал так это вообще мультики какие-то русалка с татуировками мне не уталки пластырь на вас просто татуировку так фантастырь не хочу вообще какой-то тоже богомолв что ли еще фантазия у авторов хорошая работа да котиков не нашли а там дальше что будет а тут уже все это просто мужики наверное по причине дождя туристов мало скелет где котики еще один мальчик зашитым вот они котики они просто улетели в горы вот надо было найти скелетов с котиками а котик это оказывается вот коты прилетели они прилетели снова два старых опытных фонаря уже светят вниз а их юный третий сосед еще думает что может изменить этот мир ну или просто греется на солнце кстати редкая картина без кота на самом деле он спит там за углом слева вот его хвост виднеется найдите хвост да река течет с гор и внезапно становится просто лужей как и вся эта жизнь неужели кто-то всерьез читает да действительно я серьезно это прочитал у меня на другую сторону реки мост в общем мы немножко блутанули но пойдем на другую сторону моста там продолжается экспозиция всяких невиданных существ и миров на тот мой мост тоже как-нибудь входим внезапно на тбилисском мосту белорусский омон и не на богинская а вот толпа скелетов тут все трогают их за пятку но надо прийти потрогать тоже надо тоже трогать пятку ай холодная мокрая я вот за руку потрогаю закула но она только с другой стороны вот надо еще за дядьку по это самое подержаться его за это но похоже пока только нашего минского городового трогать нельзя этого можно так тут вообще-то садятся все наверно на колени этим товарищем но совершенно не хочется на мокрые коленки этим грузинам потому что с какого-то фильма прямо товарищи а это те же самые котики которые полетели ему туда вон за фонерку спрятались в общем театр классный а тут еще какое-то представление наверно по времени идет там типа кукольные да там что-то во сколько-то времени что-то выезжает ну да но стоять ждать это под дождем не совсем интересно в общем решили бы долго под дождем не ходить посмотреть какой-то минимум какая-то туда вот пойти налево мосту стеклянному дождь нас заливает а чтоб помылись у нас в принципе еще несколько дней я надеюсь что нибудь нас спасет каким-то погодам вот такое местечко креслицы диванчики здесь вообще-то классно было бы тусить теплую солнечную погоду а здесь наверняка бар был успешно обошли поправление улице вон базилика ну пошли раз уже вышли там базилика да солнечная погода тут наверно лавочки лавочки эти как-то кафешки до сидеть тут среди как-то тут было бы неплохо такая пешеходная улочка ну да давайте но там снимать внутри нельзя но зайти то можно мы не будем не снимать но фотографии мы попытаемся подняться на стеклянный мост я радуюсь что мост мира в глиссе стеклянный мост знаменитый сделали с крыши а тут на этой трассе велодорожка есть двухполосная а вот и канадка едет так все стоп для фотосессии место интересное но сейчас мокрых уходки с обезьянками с птицами я такое не люблю чуть-чуть крупнее только не кусай собачку я велик кафе ну посидеть на нем не получится сильно не по размеру седло и я тебе один умный вещь скажу только ты не обижайся крыша маленькая ну да мы здесь катались но особо ничего не видели вот это да георгий поражающие змеи это символ джорджии дайте за хвост подержу лакоктики то у котиков олова такие действительно грузинская такая у нее нос фонтанчик не работает мне хватает небо до пешек из гор спустились мы вчера ехали на велосипедах да и особо ничего по сторонам не смотрели смотрели на дорогу а теперь тоже не очень смотрим потому что мокро а метро прямо туда метро в тбилиси глубокое эскалаторы поэтому довольно быстрые я конечно знаю что метро снимать нельзя на черту внутри грузинского метро нищие прямо на вот на перроне прямо сидят несмотря вон там полицейский стоит на мостике но полицейскому пофиг что здесь нищие белый червоно-белый поезд хотя хотя это цвета грузинского флага но у нас бы перекрасили в один момент вот такая инфраструктура на станции метро провода розетки точечки доступа камеры и все это на столбе посреди перрона прямо у нас в минске как-то это более спрятано то есть оно конечно тоже есть а зато здесь время и когда поезд ушел и когда прибудет следующий а нас нет такого интересная мозаика из шариков ну не шарик но фупочки из кубиков из фупочек из фупочек это железное дерево это фонтан или это дождь по нему нет наверно все же фонтан фонтан классно сделано у меня с тебя вообще они крайне крайне может это настоящие эти самые листья гальванопластикой покрыто может быть вполне есть такая технология листья покрывают графитом а потом слоем меди доброе утро друзья второе утро в тбилиси и вновь продолжается дождь вот так вот по плану у нас сегодня была поездка в цхету и я очень надеюсь что часам к 12 дождь ослабнет то даже если не ослабнет куда-нибудь съездим сколько можно сидеть и жрать в смысле в смысле кушать в квартире наращивать жирки обращаю внимание на интересную архитектуру мы сами в новостройке напротив тоже новостройка а кругом-кругом советские такие угрюмые дома вот на гору лезут лезут на гору а внизу вообще какие-то частные домики ну друзья сейчас будем пить кофе пить кофе а потом решать куда и как ехать съездили добыли коробки для велосипедов и завезли на такси домой 20 лари обошлось туда-обратно в веломагазине и обратно и сели пообедать в Хачапурне вроде недорого заказали в Хачапурне по-джарски пофету я не знаю поедем ли мы вроде бы даже кончился но я думаю Аня будет против уже как бы после обеда а мы съедут 25 километров туда-двадцать и обратно ну посмотрим в Белиси еще раз мы в центр сейчас съездим подкрепившись думаю Аня станет доброе и согласится кто-нибудь поехать в веломагазине встретили чувака из Испании он тоже приехал сказать себе коробку а коробка как раз там будет дать пегапов там у них новый привоз великов коробки они просто выбрасывали дали в коробке и не взял подозревают нам принесли Хачапури по-джарски довольно большой там вот яйцо сыр и прочее всякое вкусное и масло сливочное это Аня голодная когда я сфоткаю чтоб да разрешил есть да друзья сегодняшний как и вчерашний день прошел довольно просто и скучно поэтому видео много не будет мы просто отдыхаем идёт кругом дождь целый день вот он немножко закончился правда и сейчас пойду в магазин куплю что-нибудь вкусного поужинаем и будем готовиться к отлёту завтра пока пока удачи 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 не а как и с а